Вот, если кто-то не пришел онлайн, то сможет посмотреть в записи. По поводу направлений снимков. Самая главная мысль, почему мы это занятие проходим, потому что, потому что я буду повторять это снова и снова, чтобы потом вы меньше мне этот вопрос задавали, меньше этот момент, чтобы происходил. Потому что когда вы начинаете снимать лучше и лучше, а вы будете снимать все лучше и лучше, тогда у вас возникает вопрос, а могу ли я снимать на телефон так, как в студии? А я вот видела подругу, она ходила на фотосессию и в студии снимала таким образом. Там был такой свет, там модели делали вот так вот руки возле лица. Нужно ли мне это делать, когда я снимаю своих друзей, когда они отдыхают на отдыхе? Ну, я там, допустим, вы можете подумать. Ну, а что, я хочу красиво, возьму свою подругу, встань вот так вот и сделаю руки, как в студии. Этого делать нельзя, это неуместно. Вы должны понимать, в каком направлении вы снимаете, какие вы инструменты при этом используете и те приемы, которые вы используете вообще из этой кухни или они из другой кухни. Давайте еще раз посмотрю. Слушайте, мне вот прям неудобно уже. Вот, поэтому мы проходили это занятие специально, чтобы вы, когда вы занимаетесь, чтобы вы не равнялись вообще на то, что вам не должно быть свойственно. Это один момент. Второй момент. У вас очень много всех направлений, которые вам по душе. Вам не нужно рассеиваться, вам нужно больше сосредотачиваться на том, что именно вы хотите прокачать. И плюс к этому вы можете искать свой собственный стиль потихоньку, помаленечку, но он будет приходить именно то, что вам ближе по душе. То есть мы с вами проходим все правила, проходим все, что нужно пройти, что нужно знать, но вы все равно при этом не должны равняться на всех. Вы должны, ну, то есть будет здорово, если каждый из вас все равно будет какой-то, ну, какой-то своей линии придерживаться. Смотреть, что ему больше по душе, что нет, что нет, и как именно он хочет снимать. Слушайте, да что ж такое-то, оно так долго загружается. Даже я не знаю, что вам показать, пока оно обрабатывается. Дайте мне секундочку. Нет, я так сделать не могу. Ну, прям переживаю. Как я же ваши снимки должен показать. Мне же нужно ваши фотографии показать, я же не могу. Целый час, это что за... Что тут происходит? Так. Никуда не убегайте, никуда не пропадайте. Маленький технический момент такой маленький. Вот, по этому поводу я сказал. Дальше, что я могу сказать, пока это загружается еще? Могу сказать по поводу следующего занятия. Так, решать вам. С этим мы решили, что и как мне еще... Так, напишите мне. Вот, у кого-то из вас... Вот, 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 вот такой момент. У кого-то из вас, когда вы выполняли домашнее задание, у кого-то из вас была проблема с тем, что смазанность... Снимки получаются смазанными. В расфокусе, ну не в расфокусе, а смазанные снимки получились, несмотря на то, что вы прошли занятия по ИСО и выдержке. У кого такая проблема есть, напишите мне, пожалуйста, в чат прямо сейчас. У кого такой момент еще остался? Что, несмотря на все, все равно такой момент. В общем, смотрите, я просто объяснял, объяснял этот момент, но вы все равно к этому, мы все равно к этому вернулись. Вернулись, потому что не получается. Вот, у вас. Нужность... Еще, еще... Это на улице или в помещении? Смотрите, смотрите. Если такая ситуация, что снимки у вас смазанные, вам нужно понять причину. Вы можете просто посмотреть, какие у вас движения. Вот так. Раз, два, три. Улицы и помещения. Такой... Так, ручные настройки. Но ручные настройки вы управляете. Смотрите. Вы можете просто понять, при каких значениях выдержки у вас есть смазанность, при каких нет. И можете просто понять, хватает света для данной ситуации или нет. У вас, у многих просто может быть ситуация, когда у вас мало освещения. Нет освещения, и вы не можете снимать на этот телефон. Вам нужно либо, чтобы был штатив, либо, чтобы человек был штатив, и человек, если шевелится, чтобы он вообще шевелился неподвижно, замер тогда. Тогда так можно сделать, как на паспорт посадили, и вот он не шевелится. Либо ставить дополнительный свет, либо человека уводить в другое место, где больше света. Это такая особенность у телефонов. Чем новее телефон, чем он более современный, тем меньше шансов, что будет такой момент происходить. Так, на улице супер, да. То есть вы смотрите, что вы делаете. Вы открываете телефон и смотрите, либо обычным способом, либо вы смотрите уже снимки, которые вы сняли, либо можете посмотреть информацию о снимках, либо можете скачать специальное приложение. Посмотреть. Если у вас выдержка, например, 1,5 секунды, то тут догадать нечего. Если у вас 1,5, 1,10 секунды, а вы пытаетесь что-то подвижное снять, то, конечно же, снимки будут размазаны, потому что на такой выдержке снимать нельзя. Так, что, может быть, что-то поломалось здесь. Давайте я попробую перезагрузиться сейчас, а вы никуда не уходите. Просто я переживаю, что это такое. На стоп нажму и заново там запущу. У вас ничего пропадать не должно. Никуда не уходите. Сейчас все расскажу.